Каждый из нас редко задумывался о том, а что же потом? Что же мы будем делать тогда, когда наша жизнь уже пробежит перед нами и мы останемся с нашей старостью один на один? В Америке так заведено, что все пожилые люди не остаются одни, а переезжают в дом для престарелых. Конечно, не всем это нравится и многие воспринимают этот период как тот, когда твои дети, которых ты растил, любил, воспитывал, избавляются от тебя. Конечно, если воспринимать это так, жизнь не кажется такой радостной. Конечно, если воспринимать это так, жизнь не кажется такой радостной. Эта же история не такая. Это история о трех женщинах, которые были категорически против дома для престарелых. Но они не хотели, чтобы этот вопрос вообще когда-либо начал волновать их детей. Они заранее задумались о том, чтобы не утруждать своих родственников коммунальными проблемами старости и потребностью выгонять их из собственных домов. Так и вышло. Одной из женщин зовут Эмили Стэнли. Ей уже 72 года. Она купила дом на колесах. Маленький, но очень удобный. В нем можно найти все для комфорта. Начиная со спальни с большой кроватью, правда на втором этаже, но со специальной лестницей. Заканчивая кухонькой, столовой, душем, раковиной, туалетом. Все для ее комфорта. Вторая женщина, с которой подружилась Эмили, стала Клара Мэйс. Ей уже 60. И к сожалению, женщина страдает из-за того, что вынуждена передвигаться на инвалидном кресле. Поэтому для ее удобства создали удобный пандус для въезда на коляске в дом, а также внутри дома специальный кресельный подъемник. А еще Клара обожает спать на чердаке. Третью их подругу зовут Моника Саммерс. Ей уже 75. Она в свои годы купила не только дом на колесах, но и подстроила к нему веранду, а еще и ванну с гидромассажем. Конечно, подруги любят приходить к ней, и она совсем не против. Женщины объяснили свои покупки тем, что не хотят обременять своих детей. А еще их дома не так далеко от них. Они всегда рядом и помогают им. Именно так можно понять, что совершенно не стоит бояться старостей. Ведь даже в тот период своей жизни можно не существовать, а достаточно хорошо жить. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумное. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.